А у других мужья А у меня слеза, жидкая бирюза Просыхает под утром Пролитую слезу из будущего принесу Вставь ее в колечко Будешь гулять одна Надевай ее на На безымянный, конечно А у меня нет опыта подобных встреч Я очень надеюсь на вас На ваши вопросы И довольно странно видеть Зрительские лица в свету Может быть это поможет мне Что-то новое для себя открыть Так что очень на вас надеюсь Спасибо Полина, вы как-то сказали Что статья в Википедии о вас пошлая Чем именно? Ну знаете, вот в письменной речи Тоже есть интонация И она как-то считывается Между строк Мне кажется, что Это же какой-то такой ресурс Где неизвестно, кто пишет эти статьи И какой-то человек, видимо Который проявил внимание К моей персоне Спасибо ему за это Он решил написать статью Но интонация, которая в этой статье Мне кажется Достаточно фривольная То есть есть факты какие-то Какие роли сыграл Когда поступил Когда родился Когда женился А есть вокруг этих фактов Какие-то вырванные из контекста Фразы из моего Из моих каких-то интервью Есть Ну какой-то Интонация Панибратства А вот эта интонация Фривольность и панибратство Она мне Ну очень не свойственна И я очень Такую интонацию не люблю Вот И Поэтому мне кажется Она пошлая Я вот называю это пошлостью 10 лет назад В интервью Вы сказали Я не хочу быть популярной Потому что у меня Более тщеславные мысли Я хочу остаться в вечности Я хочу чтобы люди Пересматривали мои спектакли И плакали над ними Как изменились ваши взгляды За 10 лет Ну во-первых Я хочу сразу сказать Что это была шутка Конечно Вот То есть Я сейчас конечно Не думаю что я останусь в вечности Вот Но Но до сих пор Хочу чтобы люди Пересматривали мои спектакли И плакали Или смеялись Вот Поэтому Ну В общем Слава Это вы имеете в виду популярность Я не знаю Наверное у меня Нет такого желания Быть популярным До сих пор Институт Вот все Полина Вы вспоминаете Вспоминая о детстве, то говорите, что это самое тоскливое время, то, что самое счастливое. Было бы интересно узнать, вот именно сейчас, в сию минуту, к какому варианту вы склоняетесь? Мне кажется, что детство – это и счастливая, и тоскливая пора. Что в детстве ты очень открыт миру, и даже у тебя какая-то есть такая отра перед миром, перед его многообразием. И ты не совсем знаешь, как справляться с собой, с какими-то импульсами, которые в тебе бродят, с внешними какими-то обстоятельствами, которые на тебя наседают. Ты растерян перед ними, поэтому это тоскливое время. Ты не знаешь, кто ты. Это и в детстве, и в юности, наверное, происходит. А с другой стороны, в детстве есть такое физиологическое счастье, которое ни на чем не основано. Это просто счастье от того, что ты есть, от того, что ты можешь так чувствовать, от того, что тоже от того, что мир такой большой и странный, и интересный. И как-то в детстве, мне кажется, ты лучше, чем в зрелом возрасте, понимаешь суть вещей. Как-то ты ближе к каким-то явлениям, ты их очень остро ощущаешь. Ты как к близким знакомым к ним относишься, к зиме, к деревьям. Ты как-то очень остро все ощущаешь. Поэтому это как-то очень и здорово, и тяжело. Поэтому это и счастливое, и тоскливое время. Это время открытий. Вот мой младший сын Тимофей, он меня спрашивает. Я рассказываю ему сказку, говорю, что медведи, они зимой спят. Он говорит, как? Я говорю, ну так вот, они всю зиму спят. Он так искренне спрашивает, а кто тебе это сказал? Это так интересно, потому что действительно, кто мне это сказал? Это для него открытие. Или как старший сын мой, Петя, он тоже спрашивал мне, а что, Новый год еще раз будет? И день рождения будет еще раз? То есть цикличность времени, которая для нас естественная, она для них, ну это тоже открытие. Это очень здорово, ну интересно. Я всегда шучу, что наша семья живет по эпическим законам. То есть такие люди, которые как-то могут по большому счету проживать. Они могут любить, могут страдать, могут... У нас сгорят дома, у нас очень много детей. У меня есть младший брат Егор и сестра, которая младше меня на 20 лет, Варвара. Вот. И у нас такой есть большой дом в Подмосковье. Центр вот нашей семьи, это, конечно, моя мама. Это такой уникальный человек. И она читает лекции нашим друзьям о политической ситуации в стране, о философе померанце, о юнге, о Достоевском, о Булгакове. При этом она готовит пироги, живет в большом доме, ночью читает книжки. Утром она занимается с моим сыном Петей, делает ему уроки. В этом большом доме живут две собаки, Айсидора и Дульсинея. И в детстве я помню такую картинку, что ты утром просыпаешься и не совсем знаешь, кто в твоем доме сейчас вот ночует. У нас всегда было очень много друзей. Сейчас это немножко изменилось, но все равно, ну, какие-то очень... Мне кажется, мои родители какие-то уникальные люди. Вот. И мне бы очень хотелось им соответствовать, но мне всегда кажется, что я не такой добрый человек, как они. Наверное, у меня нет столько душевной щедрости, да, чтобы так служить людям. Мы жили в таком маленьком городе, который называется Михайловка, Волгоградской области. Вот. И я очень дорожу этим временем. И я очень счастлива, что у меня было такое провинциальное детство. И я очень люблю природу, вот, Михайловскую. Это степи и речка Дон. Я думаю, что это такое мое место силы. Я очень люблю туда приезжать. И как-то всегда там можно ощутить себя очень свободной. АПЛОДИСМЕНТЫ Так получилось, что мы, когда приехали в Москву, мы жили в таком, в общежитии имени Баумана, в 9-метровой комнате. Вот. Но это было очень счастливое время, потому что вокруг были, как мне казалось, взрослые такие дяди. Но вообще-то им было по 20 или 22 года. Вот. И они почему-то очень со мной дружили. Но, наверное, у них не было выбора, потому что меня все время им бросали. И кто-то со мной ходил в лабораторию и паял. Мне казалось, это что-то удивительное. Кто-то со мной ходил на концерты знаменитых гитаристов. Кто-то со мной ночью ходил в парк Баумана и играл бадминтон. Вечером мы пели какие-то песни. Помню песню Вертинского. Вот. И для меня это все было очень здорово. И я их воспринимала, как своих друзей. То есть мне кажется, что... Казалось тогда, что я дружу просто вот с такими странными людьми, которые намного старше меня. Мне было очень с ними комфортно и интересно. Вот. Но это были очень взрослые люди. Полина, неизбежный вопрос для артиста. Как вы стали актрисой? Второй вопрос. Как поступали? И третий вопрос. Как вы оказались в ученицах у Фоменко? Спасибо. Вот я предполагала, что мне зададут такой вопрос, как я стала актрисой. И, конечно, я подумала, что никому не известно, как человек вообще становится актером. Почему он вдруг хочет заниматься этой профессией. Но я думаю, что это какое-то желание выступать. Это я называю таким синдромом Фросси-Бурлаковой. Я не знаю, почему она появилась. Но, может быть, от мамы. Потому что мы очень много слушали музыку, танцевали, кривлялись, бесились. Ну, в общем, у меня в семье очень эмоциональные все люди. Ведь я помню одно очень такое сильное впечатление, даже потрясение. Я пошла на спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва» с Евгением Павловичем Леоновым. Я, может быть, ходила до этого на спектакли. Не помню, что это было за спектакль. Но этот спектакль я очень хорошо запомнила. Потому что, когда я его смотрела, я думала, что я умираю. То есть это было что-то невыносимое. Я оглядывалась на людей и думала, как же они могут жить. Ну, это было какое-то такое страдание. И это было настоящее потрясение. В общем, я просто очень хорошо запомнила этот спектакль. Вот «Поминальная молитва», потому что это что-то было невероятное. Я, когда люди захлопли в конце спектакля, я просто не знала, как дальше жить. И, в общем, это как-то утвердило меня в моем желании пойти в театральный институт. Хотя я совершенно не представляла, никогда не ходила ни на какие театральные кружки, курсы. Я стала поступать в разные театральные институты, как все. Куда-то проходило, куда-то нет. Уже не помню так подробно. Но помню очень подробно, как я увидела Петра Наумовича Фоменко. Я к своему студу не знала, кто это такой. Я не знала, что это великий режиссер, потрясающий. И я видела его спектакль, но я не знала, что это его спектакль. Это был спектакль «Государь, ты мой батюшка», который мне очень понравился. Я пела песню из этого спектакля, не зная, что меня сейчас слушает этот человек, который поставил спектакль. Но вот когда я увидела Петра Наумовича, я поняла, что, не зная его, что я хочу учиться только у этого человека. Потому что какой-то взгляд, не знаю, то, что сейчас называется харизма, это было что-то потрясающее. И я поняла, что мне только хочется быть рядом с этим человеком. И мне очень повезло, потому что я поступила. Но поступила я вольнослушателем. Я отвратительно читала на вступительных экзаменах. Я не представляла, что вообще нужно делать. Я не знала, что такое театр. И поскольку я была очень экзальтированная девочка, такая книжная, ну, я пела под гитару. И, наверное, когда я пела, я так предполагаю, у меня экзальтация слетала, потому что я занималась конкретным делом, я просто пела. И вот мне кажется, что меня за это взяли, за то, что я пела. Мне кажется, что Петра Наумович очень правильную вещь делал. Он просто пытался помочь человеку найти свою органику и найти самого себя. И это самое главное и единственное, чему можно научиться в институте. Потому что технике возможно научиться только после того, как ты понял, кто ты. Вот любимые слова Петра Наумовича, что бывает, можно сыграть правильно, но неинтересно. А можно сыграть неправильно, но интересно. И вот, мне кажется, наше обучение сводилось к этой формуле. Кстати, абсолютно бездарно в смысле этюдов. Я никогда не умела ни один этюд придумать. И у меня на экзамене в первом курсе был один этюд, единственная музыкальная шкатулка, где я пела песню и ломалась. Мне, наверное, казалось, что в этом какое-то есть развитие. И какое-то мое трагическое мироощущение как-то отражалось в этом этюде. И мне рассказывали мои однокурсники, что когда у нас был прогон экзамена, кто-то подошел к Евгению Борисовичу Куменковичу, нашему педагогу, а сейчас художественному руководителю нашего театра, и спросила, Евгений Борисович, ну зачем вы это оставляете, это же очень плохо. А он сказал, да, пускай вертится. Вот примерно на таком уровне я провела первый курс свой, как-то вертясь в непонятном направлении. Но я очень много слушала. Петр Нович очень много говорил. Он очень много предлагал слушать музыки, читать книжек. Он единственный был человек на вступительных экзаменах еще, который спрашивал, какие ты читаешь книги. Это мне очень понравилось, потому что я как-то поняла, что интересен я, интересно. Не то, как я танцую, не то, как я пою, не то, как я двигаюсь, а мой внутренний мир интересен. Петр Нович любил Пушкина, мне кажется, как какого-то очень близкого человека, какого-то брата младшего. И какой-то детской привязанностью он любил Пушкина. И все в нем было такое живое, парадоксальное и неправильное, но очень интересное. И, конечно, это учило. То есть, наверное, как детей воспитывает, да, ни дидактика, ни советы, а атмосфера в семье, ну, я так думаю, то, наверное, и актеры, и студенты тоже воспитывают атмосферу на курсе. А атмосфера у нас была прекрасная, она была неправильная, обезбашенная. У нас был очень странный курс. Но это мне нравилось. И в этом тоже какая-то была свобода. И нам позволялось быть самими собой. Это было очень здорово. И я очень благодарна за это Петру Наумовичу. Тут про Петру Наумовича хочется очень много говорить, но очень сложно. Потому что не знаешь, как это охватить. Я знаю, что, конечно, все, что я понимаю про театр, но, во всем случае, основу моего понимания театра, конечно, от Петра Наумовича. И вот его слова очень многие. А Петр Наумович умел очень красиво и очень емко говорить. Помню, когда там репетировали на одной из репетиций, ну, какая-то у меня была простая задача в какой-то сцене просто куда-то заглянуть и сказать, что тебе нужно, не помню. И я заглянула, сказала эту фразу, а Петр Наумович так остановился и говорит, а можно то же самое, только по-настоящему? Мне было так стыдно, потому что ты в ту же секунду понимаешь, что ты что-то изобразил. И это навсегда я запомнила. И мне очень часто, я очень часто про себя так говорю, когда что-то репетирую. Можно то же самое, только по-настоящему? То есть нельзя себе позволить сделать не по-настоящему. И очень часто, когда на актеров смотрю, мне тоже хочется так сказать, можно то же самое, только по-настоящему. Вот. Это все, конечно, от Петра Наумовича. То есть я очень хорошо помню, как мы спорили с ним, не всегда были с ним в идиллических отношениях, это правда, и ругались. И Петр Наумович уже был парадоксальным человеком, его любимая фраза, он говорил, что обижаются только горничные, и при этом все время обижался. Вот. И он очень часто на меня обижался, и я обижалась. И, ну, когда мы репетировали «Беспреданницу», это вообще было очень сложно, потому что просто было непримиримое противоречие, потому что мы разбирали, как-то был разбор один, потом мы встали на ноги, и Петр Наумович Павел меня в другую сторону, я сопротивлялась, я тянула в сторону трагического. Петр Наумович как бы боялся туда идти, как мне кажется, и хотел что-то сентиментального. Мы спорили, потому что я говорила, что трагическое не предполагает сентиментального. И, в общем, мы очень спорили, очень. И даже когда мы устраивали поклоны этого спектакля, может, это неприлично рассказывать, но расскажу все равно, что Петр Наумович выстраивал мне поклоны, и хотел, чтобы я бы выбежала в середине людей. И я от зажима говорю, «Не, можно я все-таки сбоку поклониться выбежу?» Петр Наумович сказал, «Да, я знаю, ты хочешь сбоку выйти, что я к этому говну не имею никакого отношения». Он к себе безумно критично относился, он никогда не знал, получится у него или нет. Он снимал спектакли, если ему казалось, что они не получились. И он мог к себе относиться с юмором, и в этом диалоге нашем Петр Наумович был более лоялен ко мне, чем я к нему. Вот это я, к сожалению, могу признать, потому что я, наверное, для того, чтобы отстоять что-то свое, мне требовалось больше сил и темперамента, чем Петру Наумовичу. Он иногда мне, я запомнила фразу, он говорил, «Я вас ненавижу, но вы правы!» То есть это были сложные отношения. Еще у Петра Наумовича было удивительное качество. Он мог воспринимать чужой театр. Для режиссера это очень большая редкость. То есть он никогда не говорил, «Это не мой театр». Никогда. Он всегда говорил, «Это интересно», или «А ты видела вот это?» Или «Посмотри вот это. Это я не понимаю. А что это значит? А как это сделано? А что ты хочешь сказать?» Это очень здорово. Мне это очень нравится. И потом я еще очень любила Петра Наумовича за то, за размашистость жестов. Вот у нас был такой момент, когда четырем или пяти людям в театре дали государственную премию. А это какие-то большие деньги. И вот Петра Наумович, он разделил эту государственную премию, которая предназначалась этим четырем или пяти людям, на весь театр, включая цеха. Чтобы всем досталась эта государственная премия. Это был, конечно, достаточно нелепый поступок, но мне безумно это нравилось всегда и было дорого. Еще Петра Наумовича не было в самом, в нем не было иерархичности. А это такая вещь, которую я не очень понимаю и никогда не хочу в ней участвовать, иерархичность. То есть для него было неважно, заслужил ты быть в диалоге с ним, ты только что пришел в театр, или ты уже давно. Он всегда разговаривал на равных. Вот в нем внутри, в самом, не было иерархичности. Это очень здорово и очень редко. Это правда, что вы назвали своего сына в честь Петра Фоменко? Знаете, вот как же объяснить? Есть вещи, которые, если озвучишь, они как-то совершенно перестают быть ценностью для тебя. И поэтому мне кажется, что не все вещи на свете нужно озвучивать. Нужно что-то припрятать для себя. И вот такой вопрос, который я не хочу озвучивать, потому что если я его озвучиваю, мне кажется, он потеряет для меня какой-то смысл и какую-то ценность. Здравствуйте. Одна абсолютно счастливая деревня – это ваша первая главная роль. Прошло уже 18 лет, и вы до сих пор играете Полину. Скажите, пожалуйста, что-то изменилось за это время в героине? Я сразу хочу сказать, что я не знаю, хорошо это или плохо, что я 18 лет играю этот спектакль. Я сама себе не могу ответить на этот вопрос, но склоняюсь к тому, что, наверное, это не очень хорошо. Потому что все-таки спектакль не должен жить, наверное, больше 10 лет. И могу сказать, что сохранить этот спектакль и живым, что очень важно для спектакля, с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Мы пытаемся это делать, но это очень сложно, действительно. Мои коллеги шутят, что меня, наверное, похоронят в рубашечке из деревни. У меня есть такая там рубашечка с тоненькими бретельками, в которые я заматываюсь в речку. И вот мы фантазируем, что, наверное, будет лежать сухонькая старушечка в рубашке с бертельками. А бертельки, я говорю потому, это слово Петра Наумыча. Он просто почему-то все время называл эти бретельки бертельки. Они очень ему мешали. Потому что когда там есть сцена, когда я заворачиваюсь в ткань, ну, это такой образ реки. И Петра Наумычу очень хотелось, чтобы я, на мне было меньше одежды, как-то совсем не было. И я отчаянно этому сопротивлялась, естественно, потому что я очень закомплексованный человек. И он, поняв, что борьба, что он потерпел поражение в этой борьбе, он просил хотя бы, чтобы не было бертелек. И не мог понять, почему сейчас смеются. Как-то каждый репетист говорил, вот эти бертельки, уберите вот эти бертельки, мне мешают эти бертельки. И вот это слово бертельки, оно как-то привязалось, и вот мы теперь их так называем бертельки. Конечно, спектакль изменился, потому что я изменилась, потому что Петра Наумыч говорил мне лет через 10, после того, как мы начали играть спектакль, что, наверное, Полин с вами жизнь, этот спектакль репетирует. Конечно, недавно у нас была такая интересная штука. Я не люблю таких мистических моментов, историй, но это правда была красивая история. У нас в конце спектакля мы все держим бабочки на проволоках и вот так ими вертимы. Ну, это так летают бабочки. И вдруг в конце спектакля, это было весной, в зал залетела бабочка. И вот именно в этот момент, то есть я не знаю, где она пряталась, весь спектакль, и в этот момент, когда мы вот держим бабочки на проволочках, она между нами летала. Это было очень красиво, ну, как-то необычно. Ну, я думаю, что этот спектакль, конечно, нужно скоро будет снять, потому что я не могу до 70 лет играть этого персонажа, но он, наверное, дорог не только мне, но и ребятам, потому что Петра Наумович очень любил этот спектакль, и он всегда говорил, что этот спектакль дорог ему тем, что в нем есть моменты трагического, а это очень редко бывает, и у Петра Наумовича тоже. Это здорово, когда такие моменты есть в спектакле, поэтому мы как-то за него держимся, но я думаю, что приходите еще годик, и мы его снимем. Вот. Таняка течет, занятая своим делом, и я купаюсь в этой пробегающей мимо реке. Она любит меня прохладно, нежно, ласкает мне шею, живот, вот. Все колотки, а я в реке, и в реке, и вообще. А Михеев думает, что? Что? Ну, что, что, что я, то есть ведь, самые главные, и поэтому он для меня человек недостойный и ограниченный, и мне его жаль немного, только не до слез, хотя у меня лицо и мокрое, ну, это от реки. Я теперь от него спряталась. надежно и одежду спрятала. Надежно, чтобы он не нашел. Интересно, где же он меня сейчас ищет-то? Ну, где же он сейчас бегает-то? Да я здесь говорю. Где же я? Вы всегда отрицаете, что играете романтической героинь. Но Наташа Ростова, неужели вы ее не считаете романтической героиней? Во-первых, мне кажется, что Наташа Ростова и сам Толстой не считал романтической героиней. Вот. Если вы... Я, когда я говорю, что не играю романтической героиней, наверное, я имею в виду штамп романтической героиней. Не направление в литературе, да? Ну, штамп это представление о персонаже как о каком-то неземном, лишенном физиологии существе, который из блесток и надежд порхает по сцене. Вот таких героинь я, персонажей я стараюсь не играть. Поэтому мне кажется, что когда мы делали в «Война и мир», Петр Наумович не хотел, чтобы Наташа Ростова была романтичной героиней. Это человек, который жаждет жить, жаждет чувствовать, жаждет целоваться под лестницами. И это, конечно, не имеет отношения к романтической героине. Я помню, что когда мы репетировали, что Петр Наумович говорил, что это должен быть самый серьезный человек, самый серьезный человек во всем спектакле. Потому что дети, они очень серьезные и конкретные. у них тоже кажется, что это не имеет отношения к романтической героине. Ну, в общем-то, если так обобщить, это, наверное, человек, который очень любит жить, любит жизнь, очень витальный такой персонаж. Мне хотелось такой ее сыграть. вы не пари сюда, сюда идите. влюблены. 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 Шестнадцать? Хорошо. Так, кончено. Кончено. Только навсегда. Навсегда, да. Только навсегда до самой смерти. До самой смерти. Оленька, говорим! Стоп. Оленька, кончалась. Сюда. Оленька. 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 Много вопросов накопилось по спектаклю «Души», который поставил ваш муж. Как придумать именно такое? И второй вопрос. Вы играете коробочку и роль общества. И это является пародией на Фейсбук. У Гоголя не получилось сделать нас лучше. Ради чего этот спектакль? Я не знаю, возможно ли сделать мир лучше, но я думаю, что можно сделать лучше одного человека. Вот у Бродского есть такой образ. Он говорит, что люди, которые прочли Евгения Онегина, если их попросят выстрелить другого человека, они выстрелят, может быть, но на секунду позже. И ради вот этой секунды, наверное, существует искусство. Поэтому мне кажется, что в этом смысле у Гоголя получилось сделать нас лучше. И я надеюсь, что спектакль тоже. Я знаю, что когда разговаривали об этом, я знаю, что Федя опирался на такую фразу Бердяева, которая пишет, что у Гоголя это не социальные типы, а это элементарные духи природы. Вот эти существа Коробочка, Манилов. Что-то такое метафизическое зло, это такие человеческие пороки. И вот Федя попытался сделать спектакль в карнавальной культуре, в бахтинском смысле этого слова. И там есть еще контрапункт этому узлу, этим элементарным духом природы. Это селифан, который выполняет роль, наверное, лирических отступлений Гоголя. Это какой-то тоски по совершенству, какой-то надежды на спасение, на спасение прекрасной земли, родины. Вот. А то, что я играю коробочку нимфоманка, я об этом не думала, просто это критики, наверное, так подумали. А я хотела сыграть эту роль про безграничность человеческой глупости. И потому, что эта глупость, она непрогнозируема. Вот мне хотелось сделать эту роль про непрогнозируемую глупость. Потому что никогда неизвестно с какой стороны куда она повернется. И это страшновато. А вторая роль общества, ну это я где-то так говорила, что это пародия на Фейсбук, то, наверное, по Фейсбуку можно судить о том, в каком мы сейчас живем обществе. Это очень видно. И, к сожалению, приходится признать, что когда люди скапливаются, скапливаются, объединяются в большие группы, то почему-то они сравниваются по своим не высшим проявлениям, а низшим. И это, конечно, пугает. Безумно пугает. И поэтому я вот этот вот свой номер бессмысленных людей, которые обсуждают под девизом «Ату его, Ату» посвятила Фейсбуку. Почему вы в основном снимаетесь у Сергея Урсулюка? О, Боже. Дело в том, что Сергей Владимирович, он позвал меня на пробы, и у него есть такое уникальное качество для режиссера, у Сергея Владимировича. Он ходит на чужие спектакли и смотрит молодых актеров. Знаете, это очень редко кто делает. Мне всегда это поражает. Ну, это правда очень большая редкость. И, видимо, я даже не знаю, наверное, он был у нас в театре и посмотрел какой-то спектакль, позвал меня на встречу по поводу фильма «Долгое прощание». У него есть еще одно уникальное качество для Сергея Владимировича, он никогда не устраивает пробы. А все артисты меня поймут, что это самая ненавистная вещь для актера, когда ты пришел, тебе дают текст, и ты должен что-то сыграть. Это практически невозможно. Для меня это просто всегда стресс, и я могу сказать так, что сколько раз я ходила на пробы, мне никогда не утверждали фильмы, куда я пробовалась. Вот никогда, ни разу в жизни. Но мне всегда утверждали фильмы, где я просто встречалась, разговаривала с людьми. Наверное, я умею запудрить мозги людям. Меня берут просто так. И Сергей Владимирович никогда не устраивает пробы, а он просто разговаривает с человеком. Потому что, если ты ходил в театр, то, наверное, ты можешь предположить, что человек может сыграть, какая у него амплитуда. И, ну, знаете, я вообще такую сейчас мысль, скажу, может, она крамольная, что существует человек, и существует его талант. И вот между талантом и человеком я всегда выберу человека. И мне кажется, что и Петр Наумович тоже так выбирал человека. Потому что талант, он как бородавка, да? И более того, если талант без человека, без содержания человеческого, он тоже как-то быстро испаряется. А вот талант с содержанием человеческим, он имеет шанс развиваться и куда-то двигаться. Ну, вот и Сергей Владимирович, он тоже, мне кажется, выбирает человека. всегда. Ну, не только меня, но и других актеров, которые у него с ним работают. Ну-су, хотелось бы услышать. А что должна сказать? Что означает сеть бред? Какая месть? Не знаю, Герман Владимирович, ей-богу. Что за смешки? Что такое? Герман Владимирович, мама, конечно, сделала глупость, но она права. Как права? Вы о чем? Ну, о том, о чем вы прекрасно знаете. Вы с ума сошли? Откуда такая самоуверенность? Просто мне терять нечего. Ох, ошибаетесь, моя милая. Вам очень есть, что терять. А это я сегодня же перешлю к главному режиссеру. Пусть он и разбирается. Не безразлично, делать что хотите. Вот и договорились. До свидания, Герман Владимирович. И надо проветрить комнату, Герман Владимирович. А то здесь запах какой-то нехороший. Никто, наверное, не подразумевал, что сериал «Ликвидация» станет сенсацией. И что вы станете известной. Расскажите, как происходили съемки? И чувствовали вы, что получается? Вот я поняла, что я всегда чувствую, что у меня ничего не получается. Особенно в кино. Поэтому я, наверное, не чувствовала, что получается. Но съемки приходили как-то легко и весело. Потому что вот Сергей Владимирович, он очень остроумный человек. И всегда на площадке у него очень хорошая человеческая атмосфера. И с ним работают, как-то он притягивает людей, которые тоже какие-то приятные, остроумные, живые. И партнеры у меня были прекрасные. В общем, все как-то было несложно, а легко. Миша Порещенков, он очень открытый и очень смешной, как смешной в хорошем смысле и трогательный человек. И поэтому мы очень много смеялись. Просто. И как-то было очень весело. И мы что-то придумывали, экспериментировали, рассказывали анекдоты. Я не могу рассказать чего-то такого. Не помню даже. Помню, что было как-то хорошо. Вот. А что случилось? А мне не платят. Почему у вас прекрасный голос? Меня выглядели вместе с голосом. Но вы же здесь. Да, и буду здесь, пока он мне не заплатит. Антонина Петровна, вы сейчас издеваетесь не надо мной, а над органами правопорядка. Товарищ Шумецкий заплатит. Слезайте. Пускай сюда несет деньги. Ой, боже мой. А за что вас выгнали? За эту песню. Вы представляете себе? Она поет эту песню на концертах. Ну и что, по-моему, очень хорошая песня. Да что вы. Это же песня о женщине за два соль. Да нет, это песня итальянских партизан. А девушке связной. Два соль где-то пароль. Как у нас, помните? Раз, кудрявый, клен. Да-да-да. А спойте еще раз. Сейчас. Буду еще надрываться. Жизнь и судьба. Когда вы читали роман, могли ли вы себе представить, что именно вас пригласят на эту роль? Какие впечатления о героине вам важно было донести? И если вы читали после, было ли сожаление о чем-то? Ну, я читала этот роман в детстве, а после съемок, к сожалению, не перечитывала. Наверное, вы правы, надо было это сделать. Я просто обрадовалась, что Сергей Владимирович меня пригласил на эту роль. Но я так себе определила эту героиню, что это такая... Я так пошутила один раз, что это женщина, которая запуталась в своих феромонах. Я имею в виду, что... Которая не смогла, наверное, донести... Донести свой крест. Она не там его не смогла донести, ни с одним мужчиной, ни с другим. Поэтому она потерялась. А мне кажется, что... Это такой потерявшийся человек. Да? В этом смысле она... драматичный персонаж. Вот, наверное, все. Вы сами себя называете мамой-фанаткой. И как вы считаете, что самое главное воспитание сыновей? Как вы справляетесь со сложным переходным возрастом старшего сына? Наверное, я мама-фанат, просто потому что я очень люблю своих детей. И очень хочу с ними проводить много времени, потому что я хочу с ними дружить. А это очень сложно, потому что они другие люди, чем я. К сожалению. Вот. У них свои сложности и свой мир. И потому что еще у меня такая профессия... Ну, например, в этой профессии невозможно проводить вечера с семьей. А это очень плохо, мне кажется, потому что это очень важно. А я прихожу... Мы приходим ночью домой. и дети нас ждут для того, чтобы полчаса повеселиться и потом быстро лечь спать. Это, конечно, плохо. Вот. А с воспитанием я справляюсь с трудом. Особенно сейчас Пете переходный возраст. И если так к одной фразе свести основную проблему, то это проблема борьбы со временем. То есть время предлагает Пете одно, а семья предлагает Пете совсем другое. И вот в этом противоречии мы находимся. То есть время и, в частности, ненавистное мной интернет-пространство предлагает шутить над вещами, над которыми нельзя шутить, писать то, что нельзя писать. Вот, например, Петя недавно показал мне какой-то номер одного стендапера. это такие люди, которые бесконечно и не всегда смешно шутят. Которые говорят о том, что 10 заповедей это слишком много, что некоторые из них лишние и надо упразднить и, в общем, свести их до трех. И Петя мне так смеясь это показал. И, конечно, для меня это страшно, потому что для меня это абсолютно просто страшно. Я не хочу, чтобы мой ребенок смеялся над такими вещами и даже видел их. И вот это вот рациональное мышление, да, прагматичное, которое сейчас культивируется и которое сейчас есть и которое вот в нашем времени, оно мне чуждо. И я бы не хотела, чтобы оно победило в моих детях. Вот это вот основная проблема, с которой я сейчас сталкиваюсь в воспитании, ну, особенно старшего сына. А младший просто пока маленький и открытый и просто пока хочет выступать и все. Больше пока ничего не хочет. Мастер и Маргарита. Критики отметили, что именно голос вашей Маргариты звучит булгаковскими интонациями. А вы можете объяснить, что это такое булгаковские интонации? А вы можете? Ну, я хотела, захотелось вас спросить, так спросили, как будто вы знаете. Ну, булгаковские интонации. Это интонация, наверное, горечи. Это интонация горького смеха. Это интонация человека, который наделен способностью любить, чувствовать, верить, а помещен в пространстве людей, которые толкаются и не дают ему не чувствовать, не верить, не любить. И интонация человека, существующего в мире не самым радостным, да, во времени не самым радостным. Интонация человека, который хочет света, а получает покой. И интонация человека, который, я думаю, про Маргариту, что это такая, такой орфей, который спускается за евредикой. в ад, такая история, только зеркальная, что она спустилась за мастером в ад, как орфей, но только она не оглядывается. И в этом большое отличие от орфея. Это человек, который не оглядывается. Для того, чтобы не оглядываться, нужна очень большая смелость и любовь. Человек, который способен любить. Но у Булгакова это всегда трагически, потому что невозможно жить, мысли чувствовать и любить по большому счету в мире, в котором все сопротивляется этому. Это, наверное, интонация сломленного человека. Для меня так, это субъективная вещь. Вот что такое булгаковская интонация. Скажите, пожалуйста, почему в «Мастере Маргарите» вы решили сесть с мужем в одно режиссерское кресло? Не боялись, что от этого может пострадать семейный союз? Ну, конечно, я думаю, что союз двух людей может разрушить все, что угодно. Правда. это очень живой организм, и его можно разрушить. Но только не творчество, потому что это пространство, которое существует, наверное, выше, чем просто какое-то душевное хозяйство. Вот, поэтому конкуренции у нас не было, просто было очень сложно. Почему мы решили? Потому что у нас в Сведе есть такая игра. Ну, то есть не игра, у нас есть несколько любимых названий, просто несколько, и оно не одно, про которые мы фантазируем, думаем, как их можно поставить, просто обсуждаем, про что эти вещи. Их достаточно много, этих названий. Одно из них, из этих названий был «Мастер Маргарита». И вот мы так то ли сглупили, то ли рискнули, и в такое короткое время постарались сделать спектакль. Это было очень сложно, но интересно. Наверное, это спектакль про тоску от людей, про любовь, которая сопротивляется обстоятельствам, миру, невозможности любить, и про веру, которую можно пронести даже сквозь ад, наверное, так, про совесть. Вот, потому что для меня, ну, для нас, наверное, такая интонация Булгакова, мы так ее прочли. Для меня этот роман достаточно безысходный. Наверное, не зря герои заслуживают покоя, они их не берут свет. Для меня это, конечно, грустная книжка очень, но без мистических страхов, потому что я не люблю, когда он все равно горитую делают через мистицизм и постарались этого не делать, потому что мне кажется, что в этом романе люди гораздо страшнее дьявола. И, в общем-то, и роман про то, что люди хуже дьявола, да. Не люблю, когда про этот спектакль говорят, что преследуют всякие страшные вещи, ломают люди ноги, руки, и этого не может быть, потому что все-таки роман про то, что можно пронести, несмотря ни на что, любовь и веру. Вот. Такая и безысходный, и светлый одновременно, наверное, роман. И в спектакле мы хотели такое сделать. Какую свою тему вы нашли в спектакле «Пять вечеров», чтобы зрители не сравнивали вас с Людмилой Гурченко? Ой, чтобы не сравнивал меня с Гурченко, я об этом совершенно не задумывалась. Я очень люблю этот фильм «Пять вечеров», очень. Это один из моих любимых, любимейших фильмов с детства. Это очень тонкий, глубокий фильм, но он сделан совершенно другим языком. А мы, когда хотели сделать «Пять вечеров» с Витей Рыжаковым, мы хотели найти новый язык для Володина. А когда ты озабочен таким вопросом, ты совершенно не думаешь, как что-то до тебя было. Ты, конечно, смотришь. Я слушала даже отрывки из спектакля знаменитого, легендарного «Шарко». Мы, когда пытаешься найти язык, эквивалентный автору, то все идет в ход. Вот мы, например, вспоминали Шагала с его нелепыми летящими людьми. Вспоминали самого Володина с носом нелепого, нежного, нежнейшего человека, которому всегда стыдно. И это так здорово. То есть это находит во мне, например, отклик. Это человек, которому невозможно жить, потому что он очень остро чувствует Володин. И такие же у него персонажи. это история про любовь, которая покалеченная и изломанная, ущемленная, боящаяся, произрастает из асфальта, как какая-то травинка. Петр Наумович очень красиво сказал, сформулировал смысл этого спектакля, когда посмотрел. Мне очень это нравится, я его сейчас процитирую. Он сказал, что это спектакль о том, что нам очень страшно жить, потому что очень хочется. Вот. И для меня это вот такая тема этого спектакля. И поэтому и персонажи у нас, мы хотели, чтобы они были нелепыми. Они, наверное, несчастные существа, люди вообще. Ну, хотя бы потому, что они обладают умом, да, и не могут жить просто в соответствии с природой, да, у них есть ум, поэтому они как-то мучаются от этого, да. Вот. Но это очень светлая при этом пьеса, поэтому мы хотели, чтобы они в конце немножко полетели даже, или, исходя из своих, из своей природы, как-то немножко хотя бы приподнялись над землей. Такая тема была. и... Почему вы любите романсы? Я просто люблю петь. Ну, я мало пою именно романсов, просто в фильме вот Сергей Владимирович попросил «Белую ночь» спеть. Я не знаю, я просто люблю петь, люблю Изабеллу Юрьеву, обожаю Русланову, Русланову даже больше всех люблю. Не знаю, просто люблю петь. И с детства папа мне пел Вертинского «Вечерела» пели в юге, хоронили Магдалины. Мне это очень нравилось. Наверное, с тех пор с детства люблю. И все у нас поют и играют на гитаре. Я научилась и тоже стала петь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я люблю и Лещенко, и Изабеллу Юрьеву обожаю. И очень много у них краду. Я вообще очень много краду. И в театре, и в песнях, интонации. Ну, только это никто, наверное, не узнает, потому что я как-то переосмысливаю, но я очень люблю воровать чужое, если мне это нравится. Вот я их просто слушаю и смотрю. А народные песни у меня в семье поют, казачьи песни, и просили меня всегда дешканить. Это верхний голос в казачьих песнях. Верхний. Когда высоко-высоко поют, вот так, надрываясь, это называется дешканить. Вот. И мы с моими друзьями, у нас есть такой ритуал, мы, когда приезжаем на Дон, мы выезжаем на середину реки, куда-то вверх по течению. Потом отпускаем весла и поем очень долго, пока нас не принесет к месту, с которым мы уплыли. В общем, я думаю, что, наверное, интереснее так просто проживать жизнь. Вот. Поэтому я слушаю музыку и читаю книжки. И вам тоже очень-очень советую, и особенно детям своих. Большое спасибо, что вы пришли. И вытерпели мои ответы, которые были достаточно, наверное, сумбурными. Но я единственное, что могу сказать в своем оправдании, что я пыталась быть честной. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.